МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный прокурор Беларуси Александр Канюк сегодня наведал Гомсельмаш. Подари новонародженному вышиванку сегодня в областном родильном доме отбылась традиционная акция БРСМ. А зараз об этом иншим больше подробно. Лепшее детям. Сегодня в Петрикове после капитального ремонта открылся детячая с леса номер 5. Знаковое мероприемство промерковали до Дня Незалежности и Дня вызволения Петрикова от фашистских захопников. Во урочистой церемонии принял дел старшиня гомельского облыконкама Геннадь Соловей. Под обязанностью в материале Ганны Корольчук. Открытие значных социальных объектов на передо дне Дня Незалежности – добрая традиция у Беларуси. Таким подарунком для жахаров Петрикова стал ясли сад номер 5, который носит назву Соника. Самой дошкольной установе уже 40 годов. До и ее капитального ремонта приступили уже в июне 2018-го. В процессе стало зрозумело, что замены потребуют практически у всей коммуникации. Появлялись все новые и новые проблемы. То есть, коснулись стен, посыпали стены, нужно было решать проблему со стенами. Значит, пол, пришлось менять пол. Меняли полностью всю электропроводку, меняли полностью всю канализацию, сантехнику. В общем, не думали, что столько придется. Поэтому практически у нас новый детский сад. Будовники заменили электропроводку, выконали ремонт внутренних помешканий, утеплили фасад будинка. По сучасных потребованиях обсталевали кабинеты логопеда, хореографичную физкультурную залы, гардеробную, харчоблок и иншие помешкания. Детский сад различный на 175 мест, в которых целиком закрыть потребы райцентры в дошкольных установах. Наверное, есть резерв для дальнейшего поширения. На доброупорядкованной территории появились новые песочницы и гульневые зоны. Соника органично описывается в новое обличие, которое город отримал после комплексного доброупорядкования в минулом году. Мы видим, какие ухоженные улицы появились, новые помещения, новый стадион, который сегодня готов принимать соревнования различного уровня. Конечно, всех денег не было достаточно для того, чтобы сделать полностью город. Но я думаю, район исполнительным комитетом и госполком данная работа будет продолжена. Вот такие помещения, здания, они будут для нас с вами самым главным атрибутом в обличении ее хозяйственного оборота. И самое главное, чтобы нашим детям, нашим всем было комфортно здесь и работать, и проводить свое время. Страшеня был в Иконкам, адресовал слова подяки за працу всем, кто рахтовал детяши сад до открытия. И выказал упевненность, что педагогичный коллектив створит комфортную атмосферу и добро организуя эдукационный процесс. Керовник в области передал, установив сертификат на 80 тысяч рублей для набытя мебли. А драйвы Канкамы, если сад отримали новый компьютер, а от Белорусского фонда мира тысячу рублей для умоцования материальной базы. Полновартость напрацовать соника почти не в липенье, коли у группы вернутся дети, которые вперед ремонту наведовали иншие детячие сады. А сейчас родители с малыми приходят и знакомятся с новыми умовами. До речи в установе будут працовать и три специальные группы. Две лагопедичные и одна интегрованная. Ганна Крачук, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель» с Петрикова. Как працует Гомельмаш и какие проблемы, хвалюют его работника. Сегодня генеральный прокурор Белоруссии наведал предприемство и провел прием граждан. Первый визит Александра Канюка на вытворчасть стал выниковым, а диалог с коллективом – конструктивным. Марина Джалая с подробностями. Первая година визита Александра Канюка на Гомельмаш огляд предприемства и выставочной территории. Уражение генерального прокурора становится высокотехнологичная вытворчность, новые линейки комбайнов, которые отправляются на палетки некоторых десятков Украин, достойные зарплаты для работников – приклад для многих. Предприятие работает с колес. Вся техника, сейчас, может быть, это связано с тем, что такой напряженный период, уборочная кампания, вся техника расходится, работает под предоплатой. Да, есть проблемы с закредитованностью, но для этого есть правительство, правительство, которое примет свои решения. А что касается работы предприятия, люди получают зарплату. Предприятие очень высокого технологического уровня, насколько я это понимаю, даже как юрист. Разумело, на заводе не без проблем. Протерминованная дебиторская запозыченность перевышает 20 миллионов долларов. У должниках – 11 краин. 56% долгу – за Китаем. Запозыченность есть так само у российских, сербских, казахских контрагентов. У основным протерминованная оплата припадает на перед гандлевых относинов с 2012 по 2018 годы. В прошлый час таких ситуаций мкнуться не допускать. Вариант выезти – работа по передоплате. С просьбой, допомогавшись погнать запозыченность, до генерального прокурора развернулись и подчас приема. Естественно, мы обращаемся и в судебные инстанции, но помощь прокуратуры, особенно генерального прокурора, в такой стадии она просто и подстегивает наших контрагентов. Они понимают, что просто так это им не сойдет с рук, что дело может закончиться, а скорее всего и закончится уголовным процессом. Поэтому эта помощь, я считаю, крайне необходима и принесет свой положительный результат. На властном приеме были сопротивленники предприемства, которые опросили Александра Конюка об допомоге в решении больше особистых проблем. Например, работница Гомсельмаша Валентина Сушене поскорбилась, что побольше с Батьковским домом, который находится в Любанском районе Миншины, приватник открыл пилораму, и шум стоит что день. Александр Конюк дал доручение о разобраться у ситуации. И навод, когда бизнес ожитоя по закону, можно будет домовиться с предприемником об изменении графика работы, чтобы люди имели мягчимость по выходных отпочивать от гучных гуков. Прошу вмешаться в прокуратуру, рассмотреть законность выделения места под размещение пилорамы и убрать ее с территории жилого поселка, потому что это нарушает мои права по отдыху и моей семье. Среди узнятых тем, так само блогерство, фейки и образы, что заявляются в интернете. Комментаторы, которые не просто выказывают свои думки, а мают докладный намер сняважить погляды других корыстальников, могут отримать не только администрационное, а и криминальное покарание. Я довольно активно слежу за теми событиями, которые происходят в социальных сетях. Это моя обязанность, я обязан знать ситуацию. И должен сказать, что в последнее время, ну, как-то такой шквал различных сообщений, тут различные вариации, я уже не буду их называть в интернете. Но, к сожалению, иногда имеют место и оскорбления, клевета, просто навал. Я понимаю еще конструктивную критику, когда она есть. Но когда просто идут оскорбления безосновательные, даже и нецензурная брань, то эти люди должны понимать, что это так без ответа не останется. Некоторые полагают, что они все это тайно сделают. Есть основания, есть специальные методы выявления. Поэтому надо на это обратить внимание всех пользователей, всех тех, кто пользуется интернетом. По словам Александра Конюка, важно знайомиться с ситуацией, настроем людей на местах. Приезжать у региональной организации на вытворчасти. Не каждый человек мая махшимость отправиться на приему в Минск. А такие встречи наближают к керевнику до разумения того, чем живут люди, какие проблемы им требуется помахче вырешить. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Ковид отступает. На этом тыдне еще частка больниц Беларуси, которые были перепрофилированы для оказания допомоги хворым с коронавирусной инфекцией, начинают работу в обычном режиме. Об этом поведомляет телеграм-канал Министерства охоты здоровья. Так, в связи со стабилизацией эпидемичной обстановки, обновили работу неврологичное и гинекологичное отделение Гомельской областной клинической больницы. Тут же с 1-го лепеня почне приймать пациентов и гастроэнтерологичное отделение. Областный клинический скурно-венерологичный диспансер працуе у плановым парадку. А у Мазырским онкологичным диспансеры пройшла дезапрацовка и оказывает допомогу стационарное отделение. Плануется, что с 1-го лепеня одновять плановую шпитализацию Гомельская городская клиническая больница номер 2 и отделение полиативного догляду у Жлобинской центральной районной больницы. А с 3-го лепеня Гомельская городская клиническая больница номер 4. Так само 1-го лепеня у Речицкой центральной районной больницы запланованная дезапрацовка и обновление работы урологичного отделения. Темчасом шмадликие доброчинные акции у патрымку медперсоналу протягиваются. Громадскость доказывает, люди у белых халатах, які что день змагаются за наши житти и здоровье, не одны. Им за все ды готовы оказать необходную допомогу. Черговая акция пройшла сёння у Гомельской городской станции худкой медицинской допомоги. Ей иниціатором выступило приватное предприемство. Его керавництво давно выказывало жадание яким-небудь чином оказать медикам спонсорскую допомогу. А уличываючи, что компания займается установкой кондиционеров, и заразу спякотные надбор еяны, як николи не обходные, выбор зробить было не складано. Доволе худка была досягнута домовленность с головным урачом установы, и у диспетчерской з'явился новый кондиционер. Так как в кабинете много персонала, работает компьютерная техника, в пике жары там невыносимые условия, очень жарко, мы с инженером приехали, обследовали помещение, подобрали необходимую модель кондиционера, и решили на безвозмездной основе с нашей стороны оказать вот такую помощь медработникам. Надеюсь, что это очень им поможет в дальнейшем в работе. Да не было кондиционера, тяжело работать, потому что уже к середине смены устаешь. Очень много звонков, поступают больше тысячи за смену. С кондиционером, надеемся, будем жить легче. Народжение дитяти – одна из самых значных падей у життей любой семьи. А коли оно отбывается наперед до Дни Великого Свята, Дня Незалежности, то приемно удвоя. БРСМ дау старт республиканскому проекту, подары новонародженному вышиванку. Сегодня его областный этап прошел у Гомели. Павел Михнос под обязанностями. Волонтеры БРСМ и Фонду Миру наведали родильное отделение Гомельской областной больницы. Молодежная инициатива, символом которой стала распашонка оберег с народным орнаментом, проходит во всех регионах Беларуси. Активисты Союза молодых организовывают веншивание молодых мать и самых маленьких граждан нашей краины, которые появились на свет напереды Дни Головного Державного Свята, Дня Незалежности Беларуси. Матерям и молодым, и многодетным в нашей республике уделяется особое внимание. И то, что сегодня приехала молодежная организация совместно с Фондом Миром поздравить матерей, подчеркивать их, ручить пусть даже скромные подарки, это им останется на память надолго-долго. Крональная акция, увасабляя идею, что крыницы натхнения для творчести и развития сучасных беларусов заявляются наибогатейшие традиции и истории Беларуси. Культурная спадщина минулых поколений, любовь и повага дородимы. Очень приятно, что рождение ребенка не осталось незамеченным. Мы этот подарок, вышиванку, оставим ребенку на всю жизнь. Это будет как память ему. Будет напоминать, что он является гражданином Беларуси. С уликами напружены эпидемиологичные ситуации. При проведении мероприемств были выполнены усе профилактичные меры, а ушанование прошло на свежем поветре. Организаторы акции не скупились на теплые словы подтрымки, и в знак поваги до материнского клопота пришли у гостей с кветками и подарунками. На этом святочные акции на передо дни Дня Незалежности не заканчиваются. А кроме проекта «Подары новонародженному вышиванку», усе ожидающие могут принять удел у фотоконкурсе «Селфи и фото с вышиванкой», а так само у акции «День вышиванки». Павел Михно, Василь Осипцов, телерадио «Компания Гомель». Нотариусы Беларуси 2 липеня бесплатно проконсультуют грамадян. Удел Республиканской Доброчинной акции, присвеченной Дню Незалежности Беларуси, и 76-годзю вызволения от немецко-фашистских захопников примут усе нотариальные конторы и бюро Республики. Звернувшися до нотариуса, на протягу працанного дня грамадяне могут отримать консультацию по пытаниях оформления спадчинных правов, складания завещания, ушлюбных договоров, отчужения нерухомостей и выканавших надписов. Специалисты примут звороты и по телефоне, або с допомогой мессенджеров. Режим работы нотариальных конторы бюро, а так само актуальные контактные дадины можно удокладнить на офицейном сайте Беларусской Нотариальной Палаты у разделе «Знайсти Нотариуса». Уникальное ромяство. У Чачерску проживая один и у Беларуси майстер по Мастацкой гальванопластицы. Расплавленная меди створая соправдные шедевры. Дмитрий Котов сустрелся с ромесником. Гальванопластика электрохимичный процесс, у вынику якого на поверхне предмета оседает толстый пласт металлу. Осадок отримливается массивным, тривалым и при этом легко отделяется от поверхни. Частей за всем майстры выкористовывают медь. Для перотворения подыходить любой выработ с этого мягкого металлу на приклад дрот, самовар альбо стружка с под токарного станка. В процессе раскладания до молекулярного стану медь становится ваткой. После ее треба осадить на матрицу. Я пчеловод, у меня есть воск, матрицы я в основном делаю из воска. Как бы такой материал многоиграющий, можно его использовать многократно и поэтому мне удобно. Процесс наращивания идет где-то не менее недели, двух, ну а потом уже в руки надо брать очки, лупу, бормашинку, стоматологические борщики, это все доводка, подводка, шлифовка, тонировка, патинирование. Ну и, конечно, выпилить раму, обработать раму и все это собрать воедино. Процесс наизоставление одной уходит где-то около месяца, а то и более. Александр Плистов отдая перевагу малюнкам с дробными деталями. Майстер постоянный удельник разностайных выстав и фестивалев, как у Беларуси, так и за мяжой. Але каже, что у России, где он бывает наиболь часто, не сустракал работ у техницы гальванопластики. В прошлом году, за прошлым, мы объездили очень много здесь, в радиусе 800 километров, мы объездили все города. Мы побывали везде. Были в Тамбове, и в Владимире, и в Курске, и в Белгородзе, и в Брянске, и в Орлее, и в Калуге. Объездили очень много. Есть у Александра Плистова мара трапить у Союз Майстров. Однако этому бережка Джая одна околичность. Гальванопластики нема у официйным пиролику национальных рамествов. Махчима в ближайший час его поширать. Однако и без членства у Союзе Майстров Александр Леонидович признанный майстер своей справы, который используется заслуженной повагой сирот коллег-рамесников. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гомель с Чачерску. ГТА так само иншая новина информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Мозыре на пожаре спасены два человека. Четыре были эвакуированы. Возгорание произошло в однокомнатной квартире пятиэтажного панельного дома. Хозяин, пенсионер 1951 года рождения, покинул помещение еще до приезда пожарных. Тем пришлось эвакуировать соседей. На улицу были выведены мать и сын, проживающие в квартире на четвертом этаже. Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – неосторожная эксплуатация электросетей и электрооборудования. А сегодня после полуночи работники МЧС зафиксировали звонок о пожаре на территории совхоза комбината СОШ в деревне Кравцовка Гомельского района. Выяснилось, что горение происходило в подсобных помещениях и холодильных камерах здания, пристроенного к убойному цеху. Пожар увидел сторож и сообщил об этом в Центр оперативного управления Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Возгорание ликвидировано спасателями, пострадавших нет, повреждены четыре холодильные камеры, испорчено пять тонн свинины, мебель, на площади ста квадратных метров в негодность пришла кровля. Вероятная причина пожара – нарушение правил монтажа и устройств электросетей и электрооборудования. В Гомеле пассажир едва не убил таксиста за то, что тот отказался везти его супругу не по маршруту. Семейная пара после застолья посредством мобильного приложения вызвала такси и должна была ехать домой. По дороге мужчина уснул, а женщина попросила водителя заехать в магазин, чтобы купить корм для домашних животных. Таксист отказался, сославшись на то, что ему нельзя отклоняться от маршрута. В ходе спора проснулся супруг пассажирки, не разобравшись в ситуации, начал предъявлять претензии. В итоге пара решила аннулировать поездку. Выходя из салона, пассажиры продолжили скандалить. При этом мужчина, закрывая дверь, прищемил себе палец. Это разозлило его еще больше. Поэтому он набросился на таксиста, стал душить его и угрожать расправой. В милицию о ситуации сообщили прохожие. Супругов доставили в райотдел и составили протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, действием гомельчанина следователи дали правовую оценку. Они возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. А в настоящее время он также проходит по еще одному уголовному делу как подозреваемый в краже. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Минске состоялся республиканский турнир по легкой атлетике на призы республиканского центра олимпийской подготовки. Гомельчане вернулись в состязании с наградами. Юрий Заболотный показал лучшие секунды на дистанции 200 метров у мужчин. Финальный забег на 400 метров с барьерами выиграл Владимир Жатько. Бронза у Андрея Лаптева. Ольга Немогая стала лучшей в забеге на полтора километра. У Дениса Дырды серебро на дистанции 110 метров с барьерами. Степан Чушенков финишировал третьим на 100 метровке. В секторе для метания копья Виктория Ермакова заняла второе место. Состоялся первый тур песчаных площадках стадиона «Луч». Для спортообъекта эти соревнования были дебютными. Многослойная подсыпка, дренажная система освещения, площадки с покрытием, которая соответствует всем требованиям, появились на стадионе после масштабной реконструкции. Зоны для занятий пляжным волейболом на спортообъекте были и ранее, однако они не шли ни в какое сравнение с нынешними. Были старые корты, теннисные, волейбольные площадки. Они были уже негодны для использования. Мы тогда вышли на спонсоров, мы сделали эти площадки, на которых потом проводились и Первенство Республики, и область проводилась. И когда делался проект вот этого, в рамках проекта благоустройства, я настаивал на том, чтобы площадки для пляжного волейбола были сохранены, перенесены и сделаны. Руководство области пошло навстречу. Объектов такого уровня в стране немного, а Белорусская Федерация волейбола доверила областному центру проведение первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу и Кубка страны. Качество гомельского песка оценили и профессиональные спортсмены. Мне лично площадки хорошие, очень нравятся. Очень все грамотно сделано в плане то, что все огорожено, очень много места, в принципе, все очень круто. Я бы сказал бы, одна из лучших площадок будет в республике. Здесь четыре площадки сейчас для игры, а всего здесь возможно установить шесть площадок. То есть для проведения сборов, для проведения массовых соревнований. Участие в первом из шести запланированных этапов городского первенства принимали 17 пар спортсменов, 14 мужских и три женские. У мужчин победу праздновали Сергей Чайковский и Андрей Сирош. У женщин сильнейшими стали Наталья Стопук и Анна Цалко. Уже 2 июля на стадионе «Луч» пройдут следующие состязания. На открытый турнир по пляжному волейболу «Мэджик Волей Найт» стартует в 18.00. Принять участие может любой желающий. Волейбольную команду «Энергия» покинул еще один игрок. Центральный блокирующий Алексей Рабека не продлил сотрудничество с гомельской дружиной. В составе энергетиков волейболист выступал два сезона, выиграл бронзу чемпионата Беларуси и две бронзы Кубка страны. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».